В Петропавловске почтили память героев казахской земли Караса и Агантай-Батыров. У мемориала, воздвигнутого в их честь, состоялась торжественная церемония возложения цветов. Отдать дань уважения пришли военнослужащие, ветераны, почетные гости, волонтеры, Аким области, Гауес, Нурмахаметов, а также простые жители города. Каждый, кто пришел к памятнику в этот день, считает своим долгом сохранить память о героях. 7 мая это создание вооруженных сил Республики Казахстан в 92 году. Мы самые последние создали вооруженные силы Республики Казахстан в Советском Союзе. И единым строем до сегодняшнего дня мы работаем и служим, отдаем войске честь и долг в полном порядке. В тех учениях наши войска показывают хорошую выучку, слаженность и твердость в своих выполнении задачи. Караса и Агантай-Батыры – выдающиеся полководцы, участники многочисленных сражений против жунгарских захватчиков. Их мужество, воинское искусство и беззаветная преданность своему народу стали примером для многих поколений казахстанцев. В честь 7 мая, Дня защитника Отечества, возлагаем цветы памятника Караса и Агантай-Батыра, чтобы торжественно встретить данный праздник. Всем военнослужащим, отслужившим вооруженных сил Республики Казахстан поздравляю с праздником, желаю самое главное всем здоровья, успехов, чистого и мирного неба над головой. Также Аким области ГАУЕС Нурмахамбета встретился с военнослужащими, сотрудниками ЧАЭС и полиции на месте проведения субботника в селе Тепличное. Он лично поздравил и отблагодарил их за хорошую службу. Уважаемые наши военнослужащие, наши спасатели, защитники нашего Отечества, хочу поздравить сегодня с Днем Защитника Отечества, сказать, что сегодня действительно та стихия, которая объединила весь народ Северо-Казахстанской области, тот большой экзамен, который мы столкнулись сегодня с этой стихией, сегодня сплотил весь народ наш в Северо-Казахстанской области. Вам огромное хочу сказать спасибо за то, что с первых дней вы, военнослужащие, признанные силы, которые приехали со всей республики. Это с департамента ЧАЭС, 9 регионов нашей страны. Это сегодня военнослужащие Астанинского гарнизона, Караганинского гарнизона. Это с города Учарал, как один вместе с народом. Отметим, что в селе Тепличное проводится уборка и восстановление жилищ. Также активно ведутся оценочные работы.